Совсем недавно ко мне обратились из одной агенции и говорят Нам... Нет, не так. Нам потребен дизайн дуже важливый крыльчей. А я им говорю, а я не дизайнер. Я художница. Алифтина Кахидзе. Я автор инсталляций, дизайнерских объектов, видеофильмов. Также иногда осуществляю кураторские проекты. Совладелец частной резиденции для международных художников в музычах Киевской области. Даже художественный гонорар запланирован. А я даю и спроси. А я и спрашиваю. Интересно. А какое? А какое? А они говорят. Миллион. А что нужно делать? А они говорят. Нам потребен дизайн дуже важливый крыльчей. Яки важливый для... для саду симбиозов. Вчера я сделала перформанс, который назывался «Сад симбиозов». Это такой рассказ, иллюзия, история вымышленная, наполовину невымышленная, наполовину подсмотренная. Речь идет о том, что вполне возможно мы не замечаем очень много любопытнейших вещей, а в частности сад симбиозов. Я рассказывала о саде симбиозов, который в априори не существует, а в принципе мог бы существовать. Потому что мог бы стать таким, я бы сказала, вдохновением для людей. Потому что в природе вообще существует практически полное слияние организмов. То есть ни воин, ни ссор, никакой иерархии. Ну а что же нужно этому фантастическому саду симбиозов? А они? А они? А они говорят, нам нужны Панамы. Так, ну не по-москве кто-то. А если кто не предъявился, можно просто взять? Пойдите секунду, да. Постоянщик. Постоянщик. Вот второй мой проект, который называется «Доланья витчужни», это по-украински, по-русски это преодоление отчуждения. Я назвала бурьян в городской клумбе вместе с ботаником из ботанического сада. В общем, мы так внимательно с ним обсмотрели все. Не бурьян, это бурьян по-украински, сорняки обсмотрели с ним все и назвали их. Это же мы так придумали, наверное, мы люди, что вот разоберемся со зданиями, с людьми разберемся, и уже все сделано. А еще же есть растения и животные такое. Для меня как бы качество такой вот работы, выставленной в публичном пространстве, и есть вот то качество коммуникации или уровень этой коммуникации, который она может выстроить. Не с человеком, скажем, который знает все об искусстве и часто бывает на каких-то там художественных выставках, а с любым вообще человеком. Общественное пространство в Украине работает по другим законам. По другим законам в том смысле, что люди очень долго вообще не считали это пространство своим. Оно либо принадлежит коммерческим структурам, либо вообще никому. То есть осознание этого пространства все же как бы иначе воспринимается, я бы так сказала. Но вот еще что, любопытно. Если говорить о реализации проектов, то вполне возможно, что в Украине, наверное, если сравнивать с Западной Европой, здесь больше хаузы, иногда даже их, я имею в виду художественные проекты, осуществить в чем-то даже легче. Вот я, например, в своем селе могу даже разрешения никаких не брать, потому что у нас милиционер один на село, и то он и не дойдет. Если я там какую-то даже малую архитектурную форму поставлю на денек, не заметит он ее.